День открытых дверей прошел в пожарной части номер 3 Петропавловска. В преддверии празднования 20-летия образования службы под чрезвычайным ситуацием, здесь решили показать журналистам настоящую кухню спасателей. Форму пожарных примерили и мои коллеги. Все как обычно, на утреннем построении одна дежурная бригада сменяет другую. Однако сегодня к группе из девяти человек присоединились еще трое. В одном ряду вместе с пожарными корреспонденты муниципального телеканала. Начальник части отдает приказ. Через средства массовой информации и через непосредственно журналистов, которые сегодня у нас присутствуют в качестве пожарных, могли прочувствовать нашу нелегкую профессию. По радиорубке диспетчер сообщил о пожаре. Это значит парадействовать. Медлить здесь нельзя. Огнеборцам потребовалось 19 секунд, чтобы переодеться. Журналисты стараются не отставать. Поступил тревожный сигнал. Нужно действовать быстро и оперативно. На сборы дается не более одной минуты. Оборудование готово, но, как говорится, на всякий пожарный его перепроверяют. Это важно, поскольку действовать нужно слаженно и без сбоев. По приезду на объект выяснилось, что это тактические учения. По сценарию горел дворец спорта. Условный пожар необходимо локализовать в кратчайший срок. В тушении принимают участие и корреспонденты МТРК. Один протягивает магистральную линию, другой присоединяет противопожарный рукав. Сделать это в четырехкилограммовой форме непросто, плюс оборудование. Его вес еще больше – 16 килограммов. Однако бок о бок с огнеборцами мы попытались справиться с задачей, и удалось нам это менее, чем за 30 минут. Чтобы не допустить реального возгорания, спасатели проверили системы противопожарной безопасности во дворце. Открыты сегодня двери в пожарной части номер 3 для школьников. Дети начальных классов подготовили стихи и рисунки для сотрудников пожарной службы. А спасатели в ответ организовали для учеников экскурсию по музею. Мне понравилась машина, потому что они как такие, ну, удобно на них прям, мне понравилось на них лазить. Понравилось, когда свинит тревога, что пожарные быстро скатываются по длинной трубе, которая идет в гараж, где стоит машина. А еще рассказывали о пожарах, которые произошли в этом году. Их было 532. В огне погиб 21 человек. Денис Севков, Владимир Боровков. Новости МТРК.